Ежегодно, 19 августа, сотни верующих обязательно идут в храмы, подобно тому, как когда-то Иисус Христос вместе с апостолами Иаковом, Иоанном и Петром поднялся на Груфавор. Там во время чтения молитв одежда и лицо Спасителя засияли божественным светом. С тех пор, как Иисус Христос явил миру два своих начала, человеческое и божественное, православные обязательно чтут этот день, который выпадает на период двухнедельного Успенского поста. Время, когда каждый верующий может сам духовно преобразиться. Что значит преобразиться? То есть Господь, как мы читаем Священное Писание, Евангелие от Матфея, в частности, сказал, что лицо Иисуса Христа преобразилось как солнце, а одежды стали белыми. И этот праздник нам говорит о том, что нам самим тоже нужно преображаться. Конечно, мы не можем сделаться как Господь, такими же преображенными, но это говорит о том, что мы должны стать лучше от своих грехов. Мы все, к сожалению, имеем какие-то страсти, какие-то недостатки, свои какие-то греховные мысли, и вот мы все должны стараться от этого избавиться. В храме Казанской иконы Божьей Матери, несмотря на будний день, многолюдно горожане принесли яблоки, сливы, груши, виноград для освящения. Считается, что окропленные плоды обладают целебными свойствами. Отсюда народное название праздника – Яблочный Спас. Это большой, великий праздник для всех верующих христиан, и поэтому нужно обязательно прийти в храм, почтить память своих умерших близких родственников, а также о своем здравии помолиться. Мы больше приносим яблоки не для освящения, а для Господа. Яблоки, да, мне дали, потому что я сегодня после работы иду. Не могла пропустить этот праздник, потому что это все-таки большой двунадцатый праздник преображения Господня. И в Тропаре говорится, что досидят свет нам всем Господним, пресносущим. Очень хочется, чтобы нас и Господь просветил. Об этом мы молимся. Традиция освящать виноград нового урожая зародилась в Иерусалиме. На Руси в это время в основном созревали только яблоки, потому верующие традиционно приносят именно их. Благословивающий священник читает определенные молитвы, и люди уже с этого момента могли, по сути, вкушать новый урожай. Это второй из трех спасов. 14 августа медовый, 19 яблочный, 29 последний ореховый. Алена Маскалева, Александр Зюзяев. Наш Новость.